Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день! Это вы, Николай Николаевич? Да, это я. Очень приятно познакомиться с потомком великого русского путешественника Миклуха Маклая. Очень приятно. И добро пожаловать в наш фонд, фонд имени Миклуха Маклая. Миклуха Маклая. Имя этого человека нам хорошо знакомо еще с детства, по увлекательным путешествиям, описанным в книгах и по снятым фильмам о нем. Николай Николаевич Миклуха Маклай. Выдающийся русский ученый и путешественник, посвятивший большую часть жизни изучению народов Океании, Австралии и Юго-Восточной Азии. Его личность вызывала живой интерес благодаря славе отважного исследователя, ставшего первопроходцем во многих научных дисциплинах. Всемирная известность к ученому пришла после экспедиции на остров Новая Гвинея в 1871 году, в результате которой он опроверг российские представления некоторых ученых того времени о принадлежности папуасов к промежуточному звену между человеком и животным, оставив после себя важнейшее для всего человечества идеологическое наследие о равенстве рас и народов. Николай Николаевич Миклуха Маклай-младший – потомок и полный тезка ученого. Руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Института Востоковедения Российской Академии Наук, исследователь и общественный деятель. Основатель и глава Фонда сохранения этнокультурного наследия, по инициативе которого в 2017 и 2019 годах впервые в новейшей истории состоялись научные экспедиции в Папуа-Новую Гвинею. Это стало продолжением традиции изучения России острова Новая Гвинея, заложенной еще в XIX веке. Наша миссия – это сохранение тех традиций, которые были заложены Миклуху Маклай-младшим еще 150 лет назад, когда он впервые отправился на Новую Гвинею. И благодаря его принципам невмешательства, уважения к культурам народов мира, он вошел в добрый контакт, который позволил сохранить память о нем в течение 150 лет на этом острове, да и вообще по всему миру. Его идеи, они действительно актуальны до сих пор. И в том месте, где он родился, в Новгородской губернии, конечно. Вот здесь и появился Николай Николаевич Миклуху Маклай на свет. Об этом нам и памятный камень напоминает, с памятной табличкой. Место бывшей усадьбы Рождественская – деревня Языково-Боровического уезда, ныне Акуловский район, Новгородская область. Холмистая местность с типичными русскими пейзажами – полями, болотами и хвойными лесами. Карстовая речка Шагринка раньше была полноводнее. За годы обмелела. По обеим ее берегам находилась деревня Языково, которой в настоящее время уже нет. А рядом с деревней стояла принадлежавшая помещику Евстифееву усадьба – Рождественская, где и родился будущий ученый и путешественник Николай Николаевич Миклуха Маклай. История происхождения нашей фамилии удивительна. Историки предлагают разные версии, но мы придерживаемся той версии, которая есть в семейной легенде. И фамилия наша идет – Миклуха, от казака. В битве при Желтых водах Маклай, барон Маклай, попал в плен и женился на казачке Миклуха. Эту фамилию и использовала вся наша семья до того момента, пока Николай Николаевич, всемирно известный путешественник, не отправился на Новую Гвинею. Получил паспорт благодаря Министерству иностранных дел перед выездом «Миклуха-маклай». Происошло это благодаря тому, что и мать, и он предоставили доказательства тому, что Миклуха и Маклай – есть единая фамилия, которая относится действительно к нашей семье. Поэтому именно этой версии мы и придерживаемся. Отец Миклуха-маклая, Николай Ильич Миклуха, всегда мечтал связать свою жизнь с инженерным искусством и железной дорогой. Из городка Стародуб на Украине он, как Ломоносов, пешком пришел в Петербург, чтобы поступить в Институт корпуса инженеров путей сообщения. В наши дни это Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I. В период поступления Николая Ильича в Институт корпуса инженеров путей сообщения это было очень престижное учебное заведение на фоне того небольшого количества, которое существовало. Более того, здесь училась исключительно преимущественно действительно элита, знать дворянское, особого происхождения, особых заслуг. Не случайно первым председателем приемной комиссии у нас был ни много ни мало сам император Александр I. Николай Ильич добился своего. После завершения учебы квалифицированного специалиста направили к месту службы в Новгородскую область. В нескольких верстах от Языкова на территории будущих станций Акуловка и Угловка развернулось строительство железной дороги. Сотни людей вручную копали и переносили землю для устройства железнодорожного полотна, осушали заболоченные участки, прорубали просеки в дремучих лесах. А здесь жизнь текла спокойно и неторопливо. Сюда, в Языково, инженер Николай Ильич Миклуха привез молодую жену Екатерину Семеновну в девичестве Беккер. В 1845 году у них родился первенец Сергей, а через год, 17 июля 1846 года, Николай. Имение, где снимала комнаты под жилье семья Николая Ильича Миклухи, не отличалось особым богатством. Старый, просторный, построенный из столетних бревен дом находился на краю деревни, недалеко от леса. Теперь на этом месте у раскидистой лиственницы ежегодно проводятся маклаевские чтения в день рождения Миклуха Маклая, который отмечается как праздник этнографов. В расположенном неподалеку небольшом городке Акуловка в 1996 году, к 150-летию русского этнографа, антрополога и путешественника, был установлен памятник. Почтить имя выдающегося исследователя сюда приезжают ученые-маклаеведы, этнологи и антропологи, а также все, кому дорог Миклуха Маклай. На родине путешественника действует музей, где сохраняют память о великом земляке. Краеведческий Акуловский музей был открыт в 1983 году, а в 2001 году ему было присвоено имя Николая Николаевича Миклуха Маклая. Мы находимся с вами как раз в экспозиции, которая посвящена памяти нашего легендарного земляка Николая Николаевича Миклуха Маклая. Разумеется, один из стендов рассказывает о родине Николая Николаевича, это усадьба языково-рождественская, где он появился на свет. На остальных стендах мы можем проследить весь его жизненный путь, научное изыскание, семья Миклуха Маклая. Что хочу отметить, в нашем музее есть уникальная коллекция предметов быта папуасов Новой Гвинеи. Это очень ценная коллекция, которая была передана в Дар-музей. О, я смотрю, у вас есть генеалогическое древо. Да, генеалогическое древо изготовлено руками наших местных умельцев. По нему можно проследить всю историю рода семьи Маклая. Давайте поближе посмотрим. Давайте. Генеалогическое древо начинается с 17 века. От того самого казака по фамилии Миклуха, который взял в плен шотландского барона Микаэля Маклая. Здесь можно проследить российскую и австралийскую ветви семьи. Для этих предметов время остановилось. Когда-то они служили своим хозяевам в затерянных от больших городов деревнях на далеком острове Новая Гвинея. Одежда и посуда, и даже тыква, семена которой русский ученый и путешественник привез папуасам в 19 веке. Ее использовали как сосуд для воды. Хочу показать вам, да, макет усадьбы рождественская. Именно в этой усадьбе снимали комнаты родителей Николая Николаевича Миклуха Маклая. Ну и вот в этой усадьбе появился на свет он и его старший брат Сергей. В Языково-Рождественском семья Миклуха задержалась ненадолго. За хорошую работу Николая Ильича назначили начальником Николаевского московского вокзала. Семья отправилась в Петербург. Николай Николаевич Миклуха Маклай Человек мира, безусловно, его знают, помнят и любят в Австралии. На островах Папа Новый Гвинеев, по Волжье, в Москве, на Новгородчине, где он родился, в Германии, где он завершал свое высшее образование, в Малине, на Украине, где по месту жила его семья. Но в каком же городе он провел свое детство, отречество и юность? В каком же городе и только в нем он мог сформироваться как великая личность? Где окончательно оформились его научные интересы, которым он посвятил всю свою жизнь? Конечно же, здесь, в Петербурге, в морской столице России, уже одно это только лишь и могло звать к путешествиям столь выдающейся и увлекающейся личности. Поначалу, когда семья Николая Ильича Миклухи перебралась в Петербург, они жили в квартире, которая располагалась прямо в здании Николаевского, ныне Московского, железнодорожного вокзала. Московский вокзал в Санкт-Петербурге. Петербургско-московскую железную дорогу Александр II в 1855 году назвал Николаевской, в память о своем августейшем отце. Она была открыта 13 ноября 1851 года, а Николаевский вокзал стал главным вокзалом Российской империи. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на активный поезд номер 3, «Экспресс», Петербург, Москва. Николай Ильич Миклуха, состоявший тогда в чине инженер-капитана, показал себя выдающимся организатором. Строительство первой в России магистральной железной дороги стало для него делом жизни. Историки железнодорожного дела выяснили любопытный факт. Оказывается, именно инженер Миклуха разработал метод борьбы со снежными заносами на железной дороге. По его инициативе впервые в России был высажен живой заборник из елей на участке Тверь-Вышний Волочок. Инженер Миклуха был настоящим новатором, а живую изгородь на железной дороге использует до сих пор. Николай Ильич все силы отдавал семье и работе. Однако его здоровье, подорванное в период строительства дороги, с каждым годом ухудшалось. Он скончался, когда Николаю, будущему ученому, исполнилось 11 лет. Теперь заботиться о четырех сыновьях и дочери, их матери Екатерине Семеновне предстояло в одиночку. Младший брат Николая Николаевича Михаил писал о том, что мать стоически перенесла перемены в своей судьбе и больше ни с кем не делилась своим горем и неприятностями. В нашей семье не было квасного патриотизма. Мы были воспитаны в уважении всех национальностей, в уважении личности. Семья переехала на Большую Мещанскую, ныне Казанскую улицу. В то время старшие мальчики вначале ходили в немецкую школу, где Николаю очень не нравилось. А затем Сергея и Николая определили в четвертый класс второй Санкт-Петербургской гимназии. Она находилась в нескольких минутах ходьбы от их дома. Санкт-Петербург. Казанская улица, 27. Вторая Санкт-Петербургская гимназия. Это учебное заведение уникально своей историей и традициями. Монументальные своды, широкая парадная лестница, светлые коридоры. Все хранит в себе дух прошлого. А так выглядел класс в начале 20 века, да? Да. Вы знаете, это один из примеров классов. Вот у нас есть фотоальбом 1913 года. И мы, создавая этот кабинет, взяли за образец естественно-исторический кабинет. По этой фотографии делали парты, ставили шкафы. То есть приближались именно к этому кабинету. А какие еще были предметы? Ну, русский язык, литература, математика, закон божий, латынь, греческий, иностранные языки, естествознание было. Вот это перечень предметов, которые изучались в гимназии, не только в нашей гимназии, а во всех государственных гимназиях того времени. Братьев взяли обучаться на казенный счет, что было весьма существенным подспорьем. Николай часто болел и пропускал уроки. Привыкший к домашнему обучению, он противился жестким правилам школы того времени и не отличался особыми успехами. В итоге гимназия осталась незаконченной. Но у будущего ученого уже тогда появился интерес к естествознанию и географии. Он был болезненным мальчиком. Что-то у него получалось, что-то ему нравилось, что-то не нравилось. Но ему очень нравились естественные науки. И он этим занимался даже за пределами гимназического курса. И это стало делом его всей жизни. Я всегда ребятам говорю, вот вы выберите для себя, ищите, найдите. Это не всегда сразу же можно определить. И тогда уже этому своему увлечению посвятите всю свою жизнь. И вы тоже добьетесь успеха. На протяжении своей истории гимназия выпустила много учеников, ставших знаменитыми. Имя Миклуха Маклая почитают особо. Открыт астероид Маклай. На географической карте появились названия. Залив Маклая, деревня Маклая, берег Миклуха Маклая. Миклуха Маклая называют Человеком Мира. Поэтому среди памятников, памятники, мемориальные доски, музеи, которые открыты в честь Маклая, фонд сохранения этнокультурного наследия. И по этим QR-кодам вы можете выйти на дополнительную информацию на наш сайт, где об этих памятных местах рассказано более подробно. Отрочество и юность Николая Миклухи прошли в переломный момент в истории России, связанный с отменой крепостного права. То и дело в стране вспыхивали крестьянские восстания, студенческие волнения, мощный демократический подъем не обошел стороной как Вторую Петербургскую гимназию, так и Петербургский университет. 7 октября 1861 года студенты устроили грандиозное шествие от университета через Дворцовый мост, Невский и Владимирские проспекты. В колонии студентов, растянувшиеся на целую версту, присоединялись слушательницы женских курсов, студенты-медики, технологи, воспитанники военно-учебных заведений, гимназисты. Петербуржцы никогда ничего подобного не видели. На Невском французы-парикмахеры выбегали из своих заведений и весело, потирая руки, кричали «Революсион! Революсион!». 14 октября возле университета были арестованы сразу 35 человек, в том числе Сергей и Николай. Их направили в Петропавловскую крепость и заключили под стражу как секретных арестантов. Эти три дня в заточении юным арестантам запомнились надолго, ведь тюремный быт был очень тяжелый. Вот фрагмент донесения коменданта крепости о содержании гимназистов. В покое, где помещаются арестованные, для ночного освещения ставится ночник из конопляного масла, которое в продолжении ночи производит такую копоть, что у арестованных делается чернота в ноздрях, ушах и даже наружно на лице. К счастью, заключение в крепости было непродолжительным. Судьбу решило то, что они уменьшили свой возраст. Сергей сказал, что ему 15, а Николай – 13. Они дали пояснение, что не имеют отношения к беспорядкам, и просто проходили мимо. И гимназистов отпустили. Николай ушел из гимназии, но был полон решимости продолжить образование. Его мучили сомнения. Может быть, заняться живописью? Рисовал он превосходно. Способность к рисованию передалась Николаю Николаевичу Миклуху Маклаю от его отца. Художественно одаренный от природы, Николай Ильич самостоятельно изучил технику живописи. Романтик и мечтатель он грезил путешествиями в другие страны, в которые так и не попал. Но они были в его пейзажах. А его сын Николай, словно за себя и за своего отца, в путешествиях провел почти всю свою жизнь. А его рисунки стали научным достоянием. Будучи совсем юным, Николай даже хотел поступать в Академию художеств. Но его мягко отговорила мать. Неподалеку от Академии художеств, там же, на Васильевском острове, расположен горный университет. Миклуха Маклай – это знаменитая русская фамилия, тесно связана с историей Горного университета. Здесь в XIX веке учился, а затем работал в Горном музее Михаил Николаевич Миклуха Маклай, младший брат знаменитого путешественника. Михаил, который стал горным инженером по Совету Николая. Он же являлся хранителем архивов ученого, которые впоследствии передал в Музеи России. В Горном журнале 1923 года имеется список лиц, окончивших курс в Горном институте за 150 лет. Так вот, среди этих лиц мы с вами видим факт окончания. В 1882 году Миклуха Маклай окончил, ему был присвоен номер 1155, по второму разряду. Михаил. Михаил. Владимир, младший брат Николая Николаевича, капитан крейсера «Ушаков», участвовал в Цусимском сражении и во время битвы затопил один борт для того, чтобы пушки поднялись и доставали врага. Они потом погибли. Японские газеты даже написали о их подвиге. Вот в таком духе и воспитывалась семья Миклуха Маклай. Духи служения Отечеству. Это настоящая элита, которые были присущи не просто знания профессиональные, это были широкообразованные люди, были такими гуманистическими жизненными определенными позициями. Это широкомасштабно мыслящие, образованные люди. Горный окончил и внук Михаила Миклуха Маклая, Артемий Дмитриевич, виднейший советский геолог, исследователь коми и Урала. В 30-х годах 20-го века семья Миклуха Маклаев покинула имение в Малине на Украине. В наши дни в Горном музее хранится камень лабрадорит, привезенный оттуда. Эффектный минерал обработан в виде обелиска с памятной надписью. Он размещен в переходе одного из корпусов. Ну вот если обратить внимание на приполированную поверхность, то здесь указана деревня Шатьки, Киевская губерния, ныне более известная как город Малин, где сейчас и находится, сохранилось само имение Миклуха Маклаев. Сам же Николай Николаевич Миклуха Маклай был естествоиспытателем, натуралистом широкого профиля, сделавшим общее описание горных рельефов острова Новая Гвинея. В 1860-х годах у образованной части русского общества возник своеобразный культ естествознания. Николай Миклуха жаждал учиться. Николай решил воспользоваться существовавшей тогда возможностью без окончания гимназического курса стать вольнослушателем Петербургского университета. Но какой факультет предпочесть? Он выбрал отделение естественных наук физико-математического факультета именно туда, 24 сентября 1863 года, и подал прошение. Санкт-Петербургский государственный университет на Менделеевской линии 2 один из старейших, крупнейших и ведущих классических университетов. 17-летний вольнослушатель сразу же окунулся в студенческую среду с ее высокими порывами и повседневными заботами. Он усердно штудировал книги и в записной книжке давал выразительные оценки прочитанного от «дельно весьма дельно» до «очень плохо дрянь». Николай Николаевич решил заниматься науками естественного ряда с явным интересом к биологическим дисциплинам. В то время они привлекали открытием новых видов, потому что еще не состоялись все географические открытия, и многие территории Земли по-прежнему оставались белыми пятнами. Николай добросовестно занимался, но при этом проявлял живой интерес и к общественной жизни студенчества. Будучи человеком порывистым, он, конечно, отдал должное всей студенческой жизни и всей студенческой вольнице. Он участвовал в собраниях, и в том числе таких, которые с точки зрения официальной власти в то время считались недопустимыми. В феврале 1864 года, после очередной студенческой сходки, вольнослушателя исключили из университета. После изгнания из университета Николай был на распутье. Он понимал, как важно продолжать учиться дальше, но путь в Петербургский университет был закрыт. Один из преподавателей посоветовал ему поступить в Гейдельбергский университет, где, как и в других вузах Германии, российским подданным не требовалось никаких документов об образовании. Несмотря на сложное материальное положение, мать поддержала сына поехать учиться в Германию. Но политическая обстановка была нестабильна, и получить загранпаспорт в то время было почти невозможно. Удивительно, что путешествие способствовало то, что у Николая Николаевича было слабое здоровье. Екатерина Семеновна, его мать, обратилась к петербургскому генерал-губернатору с просьбой о том, чтобы получить разрешение на выезд на немецкие курорты на лечение. Это и способствовало тому, чтобы он уехал учиться за границу. Он обучался философии и медицине в Гиддельбергском, Лейпцигском и Иенском университетах. Получил прекрасную зоологическую практику под руководством знаменитого естествоиспытателя Эрнста Геккеля в экспедиции на Канарские острова и в Марокко. А через шесть лет Миклуха Маклай вернулся в Россию, чтобы представить новый проект – экспедицию в Новую Гвинею, острова южной части Тихого океана и самого крупного в той части света, который был малоисследован. Значение исследования Миклуха Маклая переоценить, честно говоря, трудно. Потому что в XIX веке, мало того, что он поехал в район, где, так сказать, нога белого человека не ступала, дикие, по понятиям европейцев, совершенно дикие места, откуда живыми не возвращаются. То есть надо было иметь личное мужество, чтобы вот ввязаться в исследование таких вещей. Почему Миклуха Маклай выбрал именно Новую Гвинею? Сам он объяснял это так. «Читая описания путешествий, почти что во всех я находил очень недостойными описания туземцев в их первобытном состоянии. Путешественники главным образом занимались собиранием коллекций, наблюдением других животных, а на людей обращали совершенно второстепенное внимание». Это было абсолютно новым. Это было неслыханно новым, неслыханно смелым. Выходило за грани того, что тогда считали приемлемым. И мало того, что это для европейской науки имело большое значение, это еще особое значение имело для России. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Малый проспект, дом 5. В небольшой квартире этого дома, кстати, одного из самых старых домов города, ученый целыми днями сидел за микроскопом, изучая и описывая свои красноморские коллекции. Николаю Миклуха Маклаю явно было тесно не только в этих стенах. В своих письмах академику Отто фон Бетлингу он жаловался, что ему неуютно, не хватает зелени и вида из окон. Путешественника неудержимо влекло к новым открытиям. Он словно чувствовал, что вскоре именно отсюда, с Малого проспекта 5 на Васильевском острове, он отправится в то самое невероятное путешествие к далеким берегам Новой Гвинеи. Русское географическое общество. Штаб-квартира в Санкт-Петербурге. Дневники о пребывании Миклуха Маклая на Новой Гвинеи хранят для истории и потомков ценнейшие сведения о неизведанном папуасском мире. Самобытная культура, характеры, нравы обитателей залива Астролямия – все это можно обнаружить в записях и рисунках ученого. Многие из них сейчас хранятся в Санкт-Петербургском отделении Русского географического общества. По возвращению в Россию Николай Николаевич узнает о том, что русским географическим обществом готовится экспедиция к островам Тихого океана. Ученый предпринял все возможные усилия, чтобы попасть в эту экспедицию. И это ему удалось. Благодаря вице-председателю императорского русского географического общества и великой княгини Елены Павловны. Итак, было получено высочайшее разрешение императора Александра II Николая Николаевича Миклуха Маклаю следовать на Витязи до берегов Новой Гвинеи. План был таков. После годичного пребывания исследователя на далеком острове туда прибудет один из кораблей российского военно-морского флота. И в случае гибели ученого командир заберет спрятанные в условленном месте дневники. Такова была просьба Миклуха Маклая к великому князю Константину, который лично провожал ученого в экспедиции. Все значимые путешествия в Российской империи начинались в Кронштадте. Отсюда в 1870 году в свое первое кругосветное плавание отправился корвет «Витязь» под командованием капитана Назимова. На борту находился ученый-этнограф Николай Николаевич Миклуха Маклай. После 10 месяцев плавания он высадился на берегу Новой Гвинеи в бухте Астраляне. Миклуха Маклай оказался среди аборигенов, которые в то время использовали каменные топоры и не знали, что такое железо. Фактически люди каменного века. Во время своей первой экспедиции он прожил среди них 15 месяцев, завоевав с их стороны безграничное уважение и доверие. Первым местным жителем, который встретил путешественника на побережье Новой Гвинеи в 1871 году, был папуас Туй. «Я медленно приблизился к дикарю», — пишет ученый, «и молча подал ему красную тряпку, которую он принял с видимым удовольствием и повязал ее себе на голову. Именно Туй стал проводником Маклая в мире папуасов». Мог ли Миклуха Маклай тогда предположить, что эта дружба останется в веках? А берег залива Астролябия, который ученый назвал берегом Маклая, войдет в историю? Первая наша экспедиция, которую я организовал в 2017 году, ставила свою задачу увидеть, что изменилось. Потому что более 40 лет не было российских ученых, и это практически 150 лет, 146 лет. С того момента, когда впервые высадился Миклуха Маклая, нам было интересно все, потому что достоверностей не было. Когда мы увидели, что нас встречает 3000 человек из тех же деревень, Бонгу, Гаренду, Гумбу, поют гимн, поставили российский флаг на том же самом месте, где был Миклуха Маклай, конечно, это потрясающе. Это заставило понять, насколько сильно помнит Миклуха Маклая, насколько много он сделал данных. Мы были и во второй экспедиции. В 2019 году мы ее организовали и получили невероятный прием. Мы организовали это уже с целью того, чтобы наладить вообще гуманитарные отношения между странами. И все это базировалось именно на том, что помнит Миклуха Маклая. Ученый проводил всесторонние исследования традиций и культуры коренных народов северо-востока Новой Гвинеи, северо-западной Меланезии, западной Микронезии, ряда районов Юго-Восточной Азии и, конечно, Австралии. Он более 15 лет посвятил исследованиям Южно-Тихоокеанского региона. В Австралии Миклуха Маклая был с 1878 года, потому что после путешествия по тропическим островам, всякие болезни тропические, нужно было прийти в себя в каком-нибудь умеренном климате. Ему посоветовали Австралию. И там он, конечно, тоже занялся научной деятельностью. Он сблизился с Уильямом Маклеем. А Маклей – это ученый-любитель, естествоиспытатель и, прежде всего, государственный деятель Австралии. Заслугами Миклуха Маклая еще и в том, что он пробил, и вот этот глагол «пробить» самый правильный в данном случае, он пробил идею и реализовал ее создание первой биологической станции в Южном полушарии. И, что удивительно, именно в далекой Австралии русский ученый нашел свою судьбу. Миклуха Маклай женился на Маргарет Робинсон Кларк, дочери влиятельного политика, премьер-министра штата Южный Уэльс. Получить согласие на этот брак от отца Маргарет было непросто. Семья Маргарет была протестантами, а Николай Николаевич православный. Православный на тот момент, значит, русский. Отказаться от православия, значит, предать свою страну. Он запросил разрешение от Святейшего Синода. И это уникальная ситуация, когда Святейший Синод и император разрешили брак по протестантскому обычаю. И он православный обрел семью благодаря этому разрешению. Спустя 12 лет, в 1882 году, Николай Миклуха Маклай вернулся в Россию с уникальными материалами и открытиями. О его выступлениях писали все российские газеты. Первые две лекции, во время которых ученый рассказал о своих путешествиях и исследованиях, прошли в резиденции Русского географического общества на улице Театральная, ныне Зодчего Россия. Следующее же решено было перенести в более местительный зал, в Русское техническое общество на Фонтанке. Улица Галерная, 53. Место, где Николай Миклуха Маклай жил с семьей в Санкт-Петербурге. В 1887 году Николай Миклуха Маклай привез семью из Австралии в Россию. Квартиру, состоявшую из семи комнат, он снял в доме 53 по Галерной улице. В этом старинном здании в наши дни находится отель. Это гостиничный номер, который когда-то был квартирой, где проживался своей супругой Маргарет и детьми Николай Николаевич в свои последние годы. Счастливая семейная жизнь в России длилась недолго. Здоровье ученого быстро ухудшалось. И в марте 1888 года его приятель, профессор Сергей Боткин, госпитализировал Николая Миклуха Маклая в терапевтическую клинику военно-медицинской академии, так называемую клинику Вилье. Знаменитый ученый и медик Боткин, хороший товарищ Николай Николаевич Миклуха Маклая, с которым, кстати, они жили на одной улице, пытался всеми силами спасти, но, к сожалению, ничего не получилось. Все предполагали, что его болезни, плохое самочувствие, из-за тех проблем, болезней, которые он получил во время своих путешествий. Но только через некоторое время стало известно, что истинная причина смерти – это рак. Николай Николаевич скончался 14 апреля 1888 года на 42-м году жизни. Литераторские мостки – северо-восточная часть Волковского кладбища Санкт-Петербурга. Там похоронены выдающиеся люди России и находится филиал Государственного музея городской скульптуры. Волковское кладбище в 19-м столетии считалось одним из самых больших петербургских погостов. Почва здесь всегда была заболоченной, и между могил клали доски – мостки. Литераторскими мостки стали задолго до официального образования Некрополя-музея. Самым первым из известных литераторов, погребенных здесь, был автор путешествия из Петербурга в Москву – Александр Радищев. Николай Николаевич Миклуха-Маклай похоронен рядом со своим отцом Николаем Ильичом и сестрой Ольгой на центральной аллее кладбища. На массивном граните выбиты надписи на русском и английском языках. И еще шесть таинственных латинских букв – N-B-D-C-S-U, за которыми скрывались слова, близкие и понятные только Николаю и Маргарет, выражавшие сокровенную суть их отношений. Почти столетия спустя эту аббревиатуру разгадала жена одного из их внуков – Элис Маклай. «Nothing but death can separate us» – «Ничто кроме смерти не может разлучить нас». Неспроста на его могиле написаны эти слова. Это действительно была большая любовь. Его смерть ввела в очень серьезный стресс его супругу. Она не знала русский и начала рвать его дневники, жечь прямо дома. Спасло только это наследие. Братья, которые остановили ее, успокоили. Именно благодаря этому мы и имеем сейчас то наследие, эти дневники, записи, на которые сейчас опираемся. После смерти ученого Маргарет с детьми вернулась в Австралию. И в знак заслуг ее супруга перед Отечеством вдова получала российскую пенсию от императора, которая выплачивалась из личных денег Александра III, а затем Николая II вплоть до 1917 года. Сохранилось письмо, где Маргарет благодарит за любезно предоставленную ей пенсию и просит пересылать ее в Австралию, в Сидней. Имя Миклуха Маклая хранят в далекой океане и на острове Новая Гвинея, передовая легенда о нем из поколения в поколение, из уст в уста. Николай Николаевич Миклуха Маклай показал всему миру своим примером, что подлинная цивилизация может быть принесена народам не насилием, а просвещением и заботой о них. С именем Миклуха Маклая в Санкт-Петербурге связано и вот это здание с башней, построенное в стиле Петровского барокко. Кунсткамера, в переводе с немецкого – кабинет редкости. Это первый музей России, который был учрежден в 1714 году Петром I. Сейчас это музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской Академии Наук. Начало коллекции положил сам царь Петр I, который привозил в музей то, что вызывало его восхищение. От книг и живописных полотен до различных приборов и инструментов. Когда в 1725 году была основана Российская Академия Наук, коллекции-кунсткамеры благодаря экспедициям российских ученых стали пополняться. Экспонаты музея притягивают взгляд как магнит. Разнообразные страны и народы с их верой, культурой, традициями. Весь удивительный мир. Вот он. И, конечно, это место должно быть связано с именем Миклуха Маклая. От Петровской кунсткамеры берет свое начало Институт этнологии и антропологии, объединявший петербургские и московские научные заведения под именем русского ученого Миклуха Маклая в середине XX века. А в наши дни портрет выдающегося ученого и путешественника украшает кабинет Андрея Головнева, директора музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, члена-корреспондента Российской Академии Наук, профессора и этнографа. Вот часть, малая часть той коллекции, которую привезена Миклуха Маклая из океани. Здесь предметы из Папуа-Новой Гвинеи, и Таити, и Малакки. В общем, коллекция очень богатая. И предметы эти ритуальные связаны с инициациями, специальными обрядами, танцами, эстетикой, вкусами. Вот, кстати, по поводу украшений, опять-таки традиционная для Миклуха Маклая зарисовка. То есть это его подлинный рисунок, да? Да, он легко передавал все это, делал наброски, а затем, независимо от того, сколько его кусали москиты, создавал такие рисунки, которые имеют не только научную, но и художественную значимость. Он хороший рисовальщик. И это его язык, которым он выражался. Поэтому все, что здесь можно назвать искусством, поддержано его собственным искусством. А вот это что за дощечка? Я смотрю, там надписи какие-то? Это замечательный экспонат, который привезен в Стоите, но вообще-то говоря, он принадлежит культуре острова Пасхи. Это письмена, значение которых все еще остается тайной для науки. Уникальный экспонат. Таких предметов около 20 в мире. Вообще два из них принадлежат кунсткамере. Подобные предметы до сих пор сохраняются в культуре народов океана. Иногда обновляясь, но в целом остаются прежними и такими же значимыми. Например, в ритуалах и танцах. В коллекции Миклуха Маклая, особенно в коллекции Берега Маклая, есть и предметы, которые подтверждают то, что он встречался с людьми каменного века. Ну, фактически с людьми, которые не знали, что такое железо. В нашей коллекции по итогу экспедиции мы не нашли таких предметов. Но очень многие предметы имеют то же самое бытование и используются до сих пор. И вот это, конечно, потрясающе. Часть предмета пополнила и фонда кунсткамеры, а часть осталась у нас с полным подробным описанием. И вот мы можем проследить, что изменилось за эти 150 лет, а что сохранилось. С юности Миклух Маклая – это персонаж из пантеона великих путешественников, первооткрывателей. К этой личности я отношусь так же, как и ко многим первопроходцам, потому что вторых первых не бывает. Я работаю в музее, который посвящен памяти Николая Николаевича. И могу сказать, что благодаря Николаю Николаевичу вот этой работе моей в музее я узнала столько нового, интересного для себя. Спасибо Николаю Николаевичу за это. Только благодаря Миклуху Маклая я впервые принял решение еще в школьном возрасте стать капитаном и заниматься как раз исследованием. То, что сделано первыми открывателями, открывателями Антарктиды, открывателями новых земель и формированием новых знаний. Я грубоко убежден, я сегодня все делаю для того, чтобы, развивая институт, развивать новые знания, в том числе в истории таких личностей, как Николая Маклая. Я вот считаю, что мы должны быть достойны тех людей, которые сделали так много для того, чтобы Россию в те времена знали. А сегодня мы должны отстаивать и приумножать нашу страну. В 2014 году по поручению президента Русского географического общества я как раз разрабатывал положение о золотой медали имени Николая Николаевича Миклуха Маклая. Так что он лично для меня значит очень много. Лично для меня Миклуха Маклая является выдающимся русским ученым, который делал славу России. Понимаете, он был настоящим патриотом. Не квасным патриотом, который с презрением сквозь губы сверху вниз относится к достижениям западной цивилизации, а именно настоящим русским патриотом, который впитывал как губка все лучшее, что было в тогдашней науке, привносил ее в Россию и стремился сделать русскую науку признанной и уважаемой частью мировой науки. Россия имеет давние прочные связи. Еще благодаря экспедициям Миклуха Маклая и последующим экспедициям советским исследования океаней, конечно, не прекращались никогда. И наши экспедиции сейчас, они возродили этот интерес и возродили новые исследования. Ну, практически через 40 лет. Но они возродили еще не просто интерес, а действительно отношения между нашими странами. То, о чем когда-то мечтал Миклуха Маклай. Чтобы действительно Россия и Папу Новогвине дружили. И моя задача, я считаю, как потомка, продолжать это. Миклуха Маклай – исследователь далекой океании. При этом имя его тесно связано с городом Санкт-Петербург. Можно пройтись по маклаевским местам северной столицы, прикоснуться к истории человека, который внес значимый вклад в изучение мира. Оставил богатое, как научное, так и идеологическое наследие о равенстве рас и народов. Актуальное и сегодня. Бесстрашный ученый. Пример бескорыстного служения Отечеству и науке. Простой человек, который делал великие дела. Петербуржец, названный ЮНЕСКО гражданином мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова